17 декабря прогулка события разыгравшиеся на канале с приемом соды то есть один человек сказал, что сжег желудок потом еще женщина говорит, что употребляла там соду с чем-то тоже желудок у нее и это наводит на мысль об типичных ошибках первое если вы решили что-то принимать то надо узнать о благоприятном действии о неблагоприятном действии с ясным пониманием знать что ждать от приема того или иного там препарата когда такого ясного понимания нету то есть отсутствует просто-напросто элементарное знание то и получаются вот такие вот вещи ага, кому-то рецептик помог, кому-то рецептик не помог то есть в первую очередь для того, чтобы что-то делать надо изучить этот вопрос если этого не сделать то вы не понимаете что с вами происходит да и самое дальше интересное человек вот принимал эту соду значит я сжег желудок и дальше что мне может мне поголодать может мне урину попить может мне таблетки поесть может мне то есть они понимают они не знают что к чему и так далее я как-то сошлюсь в этом отношении на свой опыт что со мной там происходило потому что свой опыт лучше всего отражает суть дела так вот когда у меня там возникла проблема со здоровьем естественно я пошел решать ее к врачу говорю вот так-то и вот так-то ну что вот допустим тебе средство смотри и она хорошо помогла ого потом через какое-то время опять то же самое вот и самое плохое что вот существует дальше мнение ну например что голланды если ты болеешь ангинами это такая вещь которую надо просто-напросто удалить и все и все у тебя дальше будет хорошо не понимая что голланды нужны орган этот далеко не лишний это первое а второе то что они болят указывает на какой-то твой неправильный образ жизни почему одних не болят то тебя заболели в чем дело в чем вопрос в третьих есть народные методы лечения которые давным-давно себе зарекомендовали прекрасно в лечении ангины в лечении ланта этих анойных которые действуют мощно и безопасно и хорошо так сказать в дальнейшем создают предпосылки для здоровья а этим ничем не стал заниматься ну врачи сказали значит надо удалить то есть вот такое у них понятие удалить ну и удалил а вместо этого то есть вместо ангин получил хронический насморк майморит то есть одно заменили на другое а уже вернуть ничего нельзя то есть до операции можно что-то сделать а после операции уже все вы ничего не сделаете вот такая вот неприятная вещь была то же самое с зубами был так называемый клиновидный дефект зубов носом что-то слегка эмаль слезла все это можно было восстановить творогом творожок кушать регулярно ну и прочие вещи соблюдать вот ну что нам скажет медицина стоматология пришел а давай мы тебе поставим такие пластиночки приляпаем и будет очень хорошо приляпали пластиночки заплатил денежки буквально таки через два дня эти пластиночки отпали вот пришел опять вот что-то не держатся ваши пластиночки что тут мне делать деньги заплачены ух ты не держатся ну давай тогда мы тебе чтобы держались подпилим зубы сильнее чтобы было выемки за что зацепиться этим пластиночком но вы специалисты давайте подпилякали сделали значит эти засечки на зубах средних вот все ушел я это где-то даже было в Москве не просто ушел уехал я не знаю что я там уже делал это было давно подержались они недельки две и тоже отпали а так как были сделаны зарубочки засечки на зубах тоже они не защищались ничем зуб начал там болеть и пришел в больницу тоже пытались лечить я говорю так поняв вот это вот все байду говорю удаляйте мне ее его и в итоге мне здоровый зуб еле-еле вирвали вот потому что корень там был здоровый а тут вот началось его разрушение вопрос как и с приемом соды а кто виноват вот кто виноват в том что человек начал принимать соду при этом не понимая как она действует что-то там не соблюдая кто кто виноват что ему там соду посоветовали или что он просто прочитал то есть был разговор про соду ага узнал но думаю сейчас я сода это что-то тут оздоровлюсь кто виноват тот кто соду посоветовал кто виноват в моем случае что я лишился галант после этого у меня был сильнейший гайморит и и пропало обоняние что у меня пропали зюбы не в стену часть кто виноват кто страдал в конце концу врачи ничего подобного они получили свои денежки согласно своим тарифам вот а я по своей наивности доверчивости врачам а у врачи что это такие люди они тут знают они что закончили институт у них же высшее образование специально вот что я получил я получил то что я получил остался грубо говоря без зубов без денег и с проблемами которые еще усугубились то есть страдальцем в этой ситуации остался я из-за своего простого такого слова есть невежество которое заключается в твоей необразованности непонимании сути проблемы то есть в любом случае потерпевшим остаешься ты сам и из этого делается простой вывод что за своим здоровьем потому что в конечном счете ты страдаешь у тебя болит у них ничего не болит только на твои проблемы у них может быть благосостояние поднимется и больше ничего а у тебя как было так все и останется то есть ты остаешься крайним из-за своего невежества из-за того что ты не понимал как это сода действует спалил желудок как еще что-то там действует знание о здоровье это первостепенное знание первоочередные знания на которых базируется вся ваша жизнь весь вас успех успех семейный успех профессиональный успех вообще так вот в жизни чтобы вы нормально прожили вот куча там сайтов различных это я так посмотрел думаю кто там стоит впереди меня что что они там рассказывают вам за счет чего там они все это подписчиков больше о паразитах ну хорошо паразитов надо там погонять но когда делается какой-то упор один на этих паразитов без всего остального и причем упор делается на то чтобы напугать людей и под этой маркой а вот у нас есть средство от паразитов то есть простая банальная коммерция собрать людей и как-то их так говорить сориентировать чтобы они начали платить денежки именно этому человеку вот на моем сайте и сайте и канале вот именно две вещи больше я нигде не присутствую все вам повторяя повторяя да там есть с моим изображением сайта но это это не мое здесь без всяких задних мыслей вот я рассказываю показываю о себе любимом какой я есть понимаете вот мне мне я сам долгое время не нравился вот такой как сейчас вы меня тут видите вот я не принимал я хотел быть более мускулистым более там еще каким-то волосатым там допустим чтоб у меня лысины не было чтоб у меня там зубы были хотя зубы были ровные да не сумел сохранить и прочее прочее там геморроя не было вот я не принимал себя сам себе сейчас я вот плод того что я сделал сам с собой вот я доволен не все там получилось не все там удалось но тем не менее это мои как бы сказать дела воплотились в этом теле достижения и прочее прочее и остается только сказать я доволен а если ты чем-то недоволен чем-то недоволен ну значит как как у Шанель сказала если вы хотите иметь то чего у вас нет вы должны в жизни поступать так как раньше не поступали а как раньше не поступали значит для этого в первую очередь надо знать а во вторую значит активировать себя взять себя за шкирку и выгнать значит на прогулку выгнать на занятия выгнать значит на голодание выгнать там на более дисциплинные вещи там следить что ты там ешь а особенно как ты мыслишь и вот когда вот это все начинается и познается ты меняешься и лидишь понемножку начинаешь сам себе нравиться вот вот такие-то вещи выздоровление в первую очередь выздоровление самоздоровление должны быть должно быть самообразование вот я сам себя образовал написал вот эти все книги которые вы можете почитать вот а если вы не хотите почитать вот так вот и будет рецептик мне рецептик вот что-то тут такое я услыхал про сону самое простое что-нибудь съесть съесть и сейчас я тут буду это супер здоровый супер дупер у меня тут как попрет эй нет это самое простое надо головкой своей поработать чтоб что-то у вас получалось вот самообразование за которое идет то что вы приобрели узнали теперь надо вопрещать в жизнь далее идет самодисциплина вы следите за собой что и как и поэтому я написал не просто вот а как метода Малахова ничего подобного метода заключается в том как создать собственную систему самооздоровления чтобы эти средства были как инструменты если надо вы рубите топором грубо говоря используйте голод если надо вы берете там стамесочку там допустим клизбочки делайте если надо все это если надо вы молоточком постучали то есть прошлись по бережку подышали если надо вы там допустим над фельком поработали ага пошли в спортзальчик позанимались там то есть вот так еще это все можно объяснить то есть все должно быть своевременно естественно будут ошибки естественно будут ошибки и в чем вот так себя не рекламирую анализирую в чем еще моя сила это в том что пока я накапливал знания использовал все эти вещи для самого себя и естественно сделал кучу ошибок как и вы только пугаться не надо опять таки анализ почему происходит это синтез новые пробы в нехоголоде я там читал что можно выходить на апельсиновом соке использовать там допустим фрукты и как раз в зимний период когда все это особо действует в неблагоприятную сторону и я вот начал совершать все это дело и рассказывал что у меня слезла эмаль с передних зубов это еще перед по-моему тем как мне делали эти накладки перед восемнадцатидневное голодание было и я после этого надолго остановился в голоде такие небольшие голодания были небольшие сроки но длительных не было после того как все это восстановилось восстановилось довольно-таки быстро творожок покушал где-то недельки две и все и новая эмаль на зубах но тогда-то и я гораздо был моложе а потом а потом вот когда только я узнал что и почему то есть наработала свой собственный опыт я уже отважился голодать и выходить на кисломолочь нам то есть вот когда были голодания за две недели последующие там за три недели наконец-таки те же сорок все происходило по иному то есть я выходил не на том что они рекомендуют а там допустим на фруктах овощах там а я выходил на кисломолочное и получились прекрасные вещи а когда выходил на вот этих вот особенно фруктах все эти кислоты фруктовые съедали эмаль а это я запомнил хорошо на своем собственном опыте вот следующее должно быть и это самое важное это ответственность за самого себя чтобы у вас не было страха была вот эта ответственность основана на знании на вашем опыте чтобы ни в коем случае не кого-то там винить вот там кто-то написал книгу вот там говорят по интернету там суда кстати там куча отрицательных случаев там описано с этой соды из-за того что все это делается неправильно без понимания в каком состоянии их организм перед приемом соды это и можно все эти вещи которые вот у вас имеются решить разными средствами не обязательно допустим там соду употреблять для того чтобы ну я не знаю для чего там ее употребляли эти люди для того чтобы быть здоровее то есть там еще промелькнула такая мысль в ответах ваших что о роль печени оригинальному в работе кровотока вы вы там выслите оригинально а чушь я оригинальному мыслю когда это изложено в в книгах по физиологии что если печень плохо пропускает кровь то возникает портальная гипертония то есть как фильтр печень должна пропускать за грубо говоря минуту там 100 миллилитров крови так все так к примеру говорю а она пропускает только 80 значит вот эти вот 20 что не прошли они остаются веносной системе а кровь подносят ногу значит к чему это ведет это ведет к тому что вены начинают раздуваться и так они пораздувались у вас несколько лет и потом естественно там где-то начинают вылазить они на ногах или в заднице в виде шишек а убрали эту портальную гипертонию и исчезло это все вот интересно как да поэтому должно быть первое это за самого себя ответственность взять второе самообразование третье самодисциплина это самое оказывается дальше сложное вот вы сделали все как там это надо получили результат все и потом благополучно через год через два а то и быстрее все это забыли и скатились опять на тот уровень на котором мы были то есть поддержание достигнутого оказывается очень очень сложная вещь и вещь из-за того что не хватает самодисциплины культуры и в конце концов ухода за своим организмом вот в чем это все заключается в книгах будем говорить вот я примерно так в свое время подходил вот описан подход примерно одинаковый подход но с учетом различных индивидуальных конституций то есть что в первую очередь сделать для того чтобы все там заработало в первую очередь очистить толстый кишечник как основной источник интоксикации мы туда не заглядываем годами если там у нас грубо говоря мы там плохо ходили в туалет то есть накапливается потихонечку огромное количество всякого-всякого и вот это всякое-всякое растекается по организму где именно растекается растекается по вне клеточной жидкости жидкости которая омывает клетки снаружи растекается и меняется характеристики этой жидкости естественно клетки в таком болоте не могут нормально существовать и отсюда начинаются всевозможные заболевания поэтому первым делом толстый кишечник ага почистили курс клизм далее печень печень орган как говорили древняя царица старшая орган и пищеварение и кровообращение и обмена веществ то есть для того чтобы встряхнуть организм и восстановить все его функции обязательно надо поработать с печенью и оказалось вот эта вот очистка печени она вот существенно влияет на ее работу вот это не какие-то там приемы знаете там как там в рекламе показывать чистите печень народными средствами вот вам там средство и оно там у вас очистится да нифига не очистится чтобы очистилась печень нужно совершенно иное вот как раз вот это вот масло лимонный сок вот это вот действует а то не то бы говорить несколько иное иное действие вот есть варианты очищения не обязательно с помощью действительно масла лимонного сока есть более мягкие средства пожалуйста используйте их все и камушки дробятся и все это выводится и очищается желчный пузырь все мы делаем то есть бах только восстановили обменные процессы причем это восстановление очень резко ощущается если правильно сделать и не за одну там чистку печени а где-то за 4 за 5 вот это все начинает работать организм совершенно по-иному вот и в дальнейшем все вот эти две чистки грубо говоря сделали там они дальше идут там как-то разцепенные очистки почек того сего дальше можно вообще ничего не чистить вы нормально нормализовали основные органы которые ведают за очищением нормализацией работы организма кишечник и печень и далее надо себя правильно кормить правильно кормить и упражняться то есть клеточкам надо давать работу хотя бы вот такую как я ходьба чтобы в движении у вас лучше все циркулировало и естественно питательные вещества не забывайте проросшие пшенички о более менее там правильном сочетании пищевых продуктов и все дело пойдет и дело пойдет пойдет вы закрепляете ваш достигнутый успех и потом можете профилактически раз в год весной почистить печень почистить толстый кишечник уже используя берет логически благоприятное время толстый кишечник это где-то осень будет а так вообще просто напросто правильно питаться ну вот некоторые знаете еще я слышал да зачем там чистится все время Семенова так говорила а зачем там чистится все я правильно питаюсь я вот такая всякая все нормально у меня у меня это ну после того по ее же словам когда она почистила печенку и вышла вышли все эти там бяки-каки из нее она удивилась надо же оказывается несмотря на то что вот человек вел последние там годы или время поддерживался всего а там в печени будет здоров то есть там скапливается скапливается за всю нашу жизнь какие-то будем говорить мазутообразные шлаки которые не так-то просто выходят да они выходят во время голодания вот голодание то выворачивает хорошо там чистит организм на всех уровнях вот во время голодания они выходят а во время обычного режима пищевого они выходят не так как мы думаем но тем не менее выходят то есть если человек придерживается нормального питания будем сказать вот не засоряет себя не оскверняет будем так говорить как еще древние говорили полно вам люди себя осквернять недозволенной пищей то есть об этом знали давным-давно несколько тысяч лет назад но то же самое продолжается и сейчас в современном мире еще в большем количестве придуманы такие продукты которые неестественны для нашего организма которые он говорит попал в печень фиг там выводится кстати вот приходит на ум опыт поля брега вот поля брега так сказать и чистки вот он там питался и голодал питался и голодал но улучшения были вот кто читал его внимательно но не то что с ним случилось когда он говорит однажды я голодал определенный срок и значит мне захотелось резко в туалет и из меня вышла черная жижа вот и он вспомнил что это было было такое лекарство как-то оно называлось каламель которым его пичкали в детстве вся эта ерунда засела у него у печеночки естественно печенка не работала и ничего там существенного не происходило там со здоровлением и вот только после того как он вышел вся эта ерунда он как раз и с удивлениями пишет говорит тух здоровье пошло семимильными шагами то есть начал возвращаться вот человек на себе помимо своей как бы сказать воли ощутил что значит чистка печени просто как-то это все преподнесено как как бы говорить как вроде как не чистка то есть непонятно откуда все это вышло что это и как откуда это выходит а это выходит как раз из печени нашего фильтра который уже с детства наши друзья мне не хочется говорить что медики так далее потому что и медики страдают и что-то там делают для здоровья но в то же время вот получается такое что существующая на данный момент практика лечения она как-то действует в обратном направлении видите все это округляю смягчаю то есть я не говорю что-то вот и попал только туда попал вот мой опыт подсказа только попал что вы будете делать да будем делать то все вот сразу становится ясно что что это в дальнейшем будет при меня вернее получив сиюминутную выгоду как от удаленных гландов в дальнейшем мы получим серьезнейшие проблемы видите русалка висталка лесалка смеются очень-очень такие смешки ох 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 ну вот об этом я хотел бы с вами поговорить весь интернет завален рецептами народ безграмотный в своем большинстве вот пользуется там слухами пользуется там какими-то там вот ну такими заманушками что вот ты это сделаешь такое простенькое в основном что-то съешь и все у тебя тут будет все прекрасно не понимаю что это все-таки серьезная работа над своим организмом которую надо сначала не торопясь изучить и дальше пробовать сколько развернулось этих вещей я веган я сыроед сколько со скольки я потом встречался особенно там с женщинами которые знаете стали сахарными тростиночками и вместо получения красоты они стали черные коричневые это все следствие того что идет превозбуждение жизненного принципа ветра и человек становится окраска кожи у него становится коричневый коричневый значит все эти ткани тургар уменьшается все это грубо говоря там провисает менструальный цикл йог исчезает то есть это уже не женщина а какой-то тут будем говорить так какое-то будем говорить среднее существо сил особо нету на этой почве при возбуждении жизненного принципа ветра происходят срывы то жор наступает то человек себя корит что там переел вместо того чтобы вот я как-то посчитал что в основном медицина закончилась особенно физиологическая это на трудах караваева и бутейка существует клетка и чтобы клетка работала вокруг нее должна быть определенная среда с концентрацией углекислоты в первую очередь и во вторую соответствующие микроэлементы были бутейка предложил углекислоту как насыщать то есть и до этого знали просто он ткнул ткнул будем говорить что можно этот фактор использовать в лечении там огромного количества 150 болезней и и прочее прочее а караваев это микроэлементную среду также она там будем говорить влияет на то чтобы клетка работала так как надо все больше больше там особо делать нечего вот эти вот вещи нормализуй и ты получишь здоровый организм без всяких яких потому что этих яких огромное количество и то и сё что-то там придумывают что-то сделают а в основном в основном это наше невежество которое лежит в основе всего мы не хотим знать как мы устроены как мы работаем мы не хотим в случае чего над собой работать и полученные проблемы вот в нашем обществе есть врачи мы их несем врачу а чу-рю-чу-чу-чу-чу-чу и говорим решайте и они решают у вас тазобедренный сустав а а с другой а с другой стороны раздражать что 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 такое творится человек сам не хочет заботиться о самом себе и получает то что он получает так вот подытоживая нашу сегодняшнюю беседу я хочу сказать следующее что наделал кучу ошибок я из них вышел то есть я знаю какие могут быть ошибки потому что я их сам допускал какие могут быть осложнения потому что они у меня сами были и так как вы видите меня еще живым здоровым как из всего этого выйти выйти и избрал срединный путь с учетом собственной индивидуальной конституции и возраста с сезонами года жить и процветать насколько мне это получается вы можете судить и можете на основании будем говорить общечеловеческих знаний которые я собрал обработал и так сказать упорядоченно разложил можете создать свою собственную оздоровительную систему взять ответственность за самого себя любимого или нелюбимого и уже идти по жизни и никто вам не будет виноват вот тут кто-то что-то вам не так сделал кто-то вам якобы навредил а вы где были где вы были в это время а вы просто-напросто отдали самого себя отдали что-то у вас было ну и воспользовались с этим люди своих корыстных интересах я опять-таки свою жену все больше и больше люблю она мне говорит Гена если к тебе поступают предложения какие-либо это в первую очередь люди заботятся не о тебе а о самих себе используя тебя как средство для того чтобы что-то на тебе можно было подзаработать так вот не допускайте того чтобы кто-то на вас подзарабатывал а ты так вот смотрю смотрю я сейчас заканчиваю четвертый том целительных сил ну в виде книги я ее сделаю как я примерно задумывал выложу вот если все это так идет как-то знаете люди не хотят читать бесплатно тут через годик я возьму это все сделаю платно в библиотеку и тогда возможно ситуация изменится то что даром достается никак не ценится мне-то это досталось не даром а за счет трат трат своего собственного времени на изучение энергии ресурсов материальных средств все это я потратил так что вот так вот 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 все это сказать